доброе 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 утро доброе утро всем мы проснулись у нас на завтра каша рисовая молочная с маслом сливочным блинчики пожарила там зефирки конфетки и кофе день сегодня солнечный опять ветреный но это мне на руку у нас сегодня понедельник михалыч на работу ну а я на свою работу огород такие планы готовлю обед на обед солянка у меня будет там варится бульон сейчас буду делать зажарку лук приготовила колбасу двух сортов сосиски огурцы кстати огурцы на за бочковые но у меня только маринованные есть и оливки и томатасту сейчас все это погружу сковородочку вообще солянку готовила очень давно наверное года полтора назад если не больше очень много солянки мы съели когда ехали на машине на море на юг из сибири мы дважды ездили сюда и по дороге когда в мотелях останавливались либо днем пообедать то обязательно брали солянку и вы знаете вот в любом придорожном кафе вот где мы обедали всегда была солянка просто вкусная не знаю почему настянула именно на нее не суп лапшу там не еще что-то не борщи а именно солянку сытная вкусная в дороге самое то было вот ну ладно у меня сковородка нагрелась сейчас буду делать зажарочку так сначала обжариваем лук до золотистого цвета теперь колбасу туда у меня кстати солянка была вообще не запланирована просто как-то так получилось что мы купили невкусную колбасу вот эту черкизовскую темную сервелат нам не очень она понравилась это он лежит в холодильнике заветривается а вчера купили вот эту вкусную колбасу бельведер и сосиски у меня лежали уже тоже дня 4 в холодильнике мы их не хотели есть поэтому вот так оливки оливки у меня с нового года баночка стояла так мы ее не распопрошили про запас стояла говорится поэтому все сошлось как на небе звезды сходится вот у меня сегодня на солянку звезды сошлись единственно что у меня не было говядины не было свинины я варю куриное мясо на бульоне поэтому я немножко будет другая солянка но я думаю что курица солянку не испортишь так следующие огурцы паку думаю тоже маринованные огурцы не испортят мою солянку аромат такой пошел и обязательно сейчас нужно будет добавить томатную пасту пару ложек и рассол от огурцов время быстро летит вот и обед у нас наступил так показываю соляночку свою вот такая она варистая получилась красивая вкусная так мне письмо вы видите цыплята опять на солнышке греется а днем наоборот под деревья прячется так ну-ка давайте корочки арбузные вам я сегодня арбуз съем михалыч чуть-чуть поел все остальное я и обратила внимание петухов немного я вижу раз два три 4 5 до 5 и больше нету обычно цыплят выведешь и петухов больше чем курочек здесь удачно получилось я сегодня опять убирала ботву да убирала помидоры там вдоль малины один ряд малины прошлась траву вырвала остался мне один ряд малины и вон там в конце где молодые деревья растут там надо будет траву все поубирать а эту траву все что-то повырывала просто в кучке так раскидала даже не сколько в кучке сколько тонким слоем раскидала чтобы она высохла чтобы ее потом жечь потихонечку буду сжигать вот и хочу показать наш молодой сад немногие знают что мы в прошлом году осенью посадили мой ветер подул только хотела сказать что днем ветер а вечером тишина затишье нет ветер дует вот это у нас персик 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 от три штуки и здесь абрикос ну что-то сказали тут абрикосы как бы и мира не родят ну еще сказать что абрикосы зря сюда посадили что это очень огромное дерево его не сдержать рост если сливы и персики можно сдерживать то абрикос не сдерживаешь это абрикос и вот две сливы смотрите мы когда в прошлом году высаживали были вот такие деревья вот такие а даже вот вот мы обрезали так усенькие они были сейчас пожалуйста уже выше меня ростом так что мы на следующий год ждем урожай усенькая вот это дерево грецкого ореха его фиг выдернешь надо подкапывать его вот такие вот дела здесь и прошла стяпочка здесь очень мягкая земля и просто этот портулак подрубила потом подсохнет тоже его кучки портулак можно и на компостную кучу ой сколько персиков у рейсы ванны вот это да вот дерево стоит еще ветка сломалась здорово мы пока без персиков ну я надеюсь на следующий год они нам дадут уже урожай может в этом году вот это дерево уже цвело я цветочки 4 штучки тут убирала чтобы не было плодов вот здесь у нас что в малине у нас есть проплешины такие у нас здесь такие проплешины в малине вот рядок вообще пустой и вон тот ряд тоже через раз на этой неделе обещались подписчики приехать из новотитровской привезут малины а мы им дадим клубнику нашу рассаду валя тебе привет звони приезжай вот такие вот дела то что и сегодня поработала сильно не упиралась но и не жарко было хорошо вот занималась свеклой занималась опять вареньем грушевым повидлом вот всего понемножку потихоньку и день уже в конце сегодня уже виноград срывали кисточки это очень сладкий а вот это видимо попозже будет его видно что он еще нет прозрачности у него сейчас михалыч закончить работу и поедем в озон я там заказала озон у нас станицы я заказала контейнеры покажу вам надо получить будет сегодня я намораживала кстати арбуз попробовала дыню тоже заморозил кто-то из подписчиков подсказал спасибо огромное про это даже бы и не догадалась никогда вот ну попробую заморозить посмотрим как он будет на вкус никогда не замораживали и арбуз также тоже увидела в интернете что арбуза оказывается оказывается их тоже морозит посмотрим попробуем так сказать и у меня еще остался вот перец и куча-куча груш груши надо маша увезти не знаю наверно завтра утром что ли к нему ехать но собирать груши увезти и мы решили с михалычем сейчас покажу мы решили с михалычем вот эту вишню вот она крайняя вишня все-таки и и вот этот правый ствол эти развилка неправильно растет вишня вот этот правый ствол убрать и тогда он не будет так потенять и заплетаться в ветке с грушами груши такие сочные прям ешь и сок прям бежит вообще классные мне очень нравится те крупные так на джем пойдет на варенье а вот покушать это именно вот эти груши очень вкусные очень сладкие огурцы тут в теплице подвязала уже и вчера вот с этого хиленького огурчика уже один огурчик сняла надо же но небольшой такой такой не забуду если покажу там удивительно как быстро вроде казалось бы только посеяла уже вот они эти тоже уже скоро будет цвести будем с огурцами надеюсь ну и редиска тоже уже нарастает я думаю что через пару не через недельку наверное чё там пару недель через недельку будет сейчас полью ее подрыхлила и а вот салатные культуры тут сеяла вот один слабо взошли два три и все представляете вот я вот с этим тут столкнулась что именно нисходят семена почему не знаю семена свежие хорошие редиска кстати ни разу не подводила помидоры я тут оставила вкус с помидорами ну видно что он болеет вкус нет помидоры ведь какие только курочкам отдать сразу бои мошка тут летает уже все убирать 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 не делая это теплицу на ночь закрываю а здесь вот тоже видите оставила пасынки и помидорки с пасынками нет они уже болеет все тут смысла оставлять их нету также на улице у меня с пасынков были они болели и болели и болели толку с них не было и забрала свои контейнеры обещала вам контейнеры показать вот сазона показывают такие пластиковые объем у всех разный с крышечками так что то за бумажка замените свою старую разделочную доску за скидкой 15 процентов рекламу так ну я напишу сколько она стоит вот смотрите сколько тут контейнеров по-моему их тут 16 штук точно не помню два таких больших ой даже больше что до 2 больших 3 поменьше кстати объем написан на них сейчас плохо видно 800 грамм миллилитров а здесь вижу не вижу не вижу здесь литра по моему такие контейнеры вот контейнеры я за этот набор заплатил 399 рублей здесь их 15 штук разными объемами и всего получается в сумме девять с половиной литров входит вот в эти контейнеры где-то я еще видела там еще круче есть наборы а вот 595 рублей здесь уже смотрите 3 литровые есть 2 литровые литровые 900 миллилитров еще еще круче такие вот контейнеры и скидки хорошие вот этот крутой набор стоит 595 рублей а стоил 1410 рублей крышки очень плотные я думаю что даже если жидкости налить то разливаться не будет точно мне понравились контейнеры ну вот я как всегда делала заморозку из арбузов и вам опять ничего не снимала в общем что я сделала отрезала кусочки арбузов обрезала шкурку и выбирала семечки резала на кубики примерно два на два арбузики укладывала плотненько в контейнер и сверху еще ну примерно столовую ложку сахара с горкой сыпала я не знаю зачем это делается сахар может быть чтобы там льдом он взялся арбузик но не знаю в общем это я подглядела где-то в ю тубе и сделаю тоже потому что арбуз ну я одна не могу осилить за раз и вот наморозила ну а как выглядят контейнеры вы уже видели теперь все это в морозилке на сегодня все всем пока пока и до новых встреч спасибо за просмотр нет друзья это не все сейчас я вам хочу представить песню в исполнении марины марина это моя интернет подруга до с канала марина вильд простые истории ссылку на канал я оставлю под моим видео проходите на канал смотрите творческий человек и оказывается она еще шикарно поет марин я без твоего разрешения публикую эту песню в твоем исполнении я надеюсь ты на меня не обидишься я тебе хочу сказать пой 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 лас . спасибо тебе за твое настроение я думаю что многим нашим зрителям понравится эта песня именно в твоем исполнении вот теперь точно все слушайте слушайте ничьяка месячна зоряна ясная видно хоть голки сберай види коханая працую з морена очно хвилиночку вай ты ж не лягтую ты ж не лягайся что ниженькие босси топчуть холодную росу я ж тебе ридная аж духа ты наньки сам на руках вид несу сядем в купочце биле гатинаньки и над панами я пан глянь моя рыбонько сребною хвилею Котится в поле туман.